Всем привет! Сегодня мы приехали в салон Штор Март и будем разговаривать на очень интересные темы. Сегодня мы обсудим тенденции в этих стиле на 2024 год, все тонкости, нюансы при подборе штор и многое другое. Смотрите! Ну что? Можно? Да. Отлично! Здравствуйте, Екатерина! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, нам, что вы за салон? Какой товар вы здесь представляете? Что у вас есть интересного? Чем вы отличаетесь от других салонов? Очень хороший вопрос. Его очень часто нам задают, потому что бытует миф, что, по сути, салоны Штор, студии Штор ничем другим не отличаются. Я могу назвать основные отличия студия Март от остальных. Первое. Мы самый большой салон в Бресте и в Беларуси. Это важно. Не только по площади, но и по содержанию, наличию на складе. То есть все, что вы видите, вывешено в больших образцах, это представлено на нашем складе. Второе наше отличие. Мы импортеры. То есть мы сократили линейку логистическую от фабрики клиенту до минимума. Что это дает покупателю? Это дает хорошую цену на новые интересные ткани, трендовые. И это дает возможность выбора клиенту. Возможность выбора не из того, что из ограниченного выбора, что предлагают. А это дает возможность выбора из интересных новых линеек тканей, качественных. Мы всегда говорим, что к нам в Беларусь доходит мало интересных продуктов. Мы ограничены. Почему-то там в Польше условно, в Европе их больше, а у нас меньше. И я поставила себе целью убрать это противоречие именно в Бресте, в Беларуси, в сегменте шторы и тюля. И я считаю, что это очень важно. Это очень важно иметь тот же выбор. Это очень важно иметь возможность выбирать из того, что тебе нравится, а не просто из того, что тебе предложили. И при этом платить гораздо меньше. И я считаю, что это одно из самых основных отличий. Ну и наше отношение к клиенту, безусловно. И то, что мы несем всем коллективам, всей нашей командой. У нас очень большая команда, около 30 человек. Это очень много. Мы несем миссию, опять же, сделать шторы полноценным элементом интерьера. Мы привыкли, что мы можем просто прийти. Что же такое шторы? У большинства в голове, ну это полотно. Вот мы пришли в масс-маркет, мы пришли в салон. В салоне дешевле, в масс-маркете дороже, дешевле. То есть вот эта вот вся размытая линейка. Абсолютно нет. Мы работаем как с полноценным предметом интерьера. Мы работаем со складкой, мы работаем с формой, мы работаем с ритмом. И существует очень много интерьеров, в которых штора, она работает как... Элемент декора. Не то, что даже элемент декора, а элемент, который образует интерьер. То есть если раньше возможно... Акцентные какие-то вещи, да? Даже акцентные, которые связывающие. И мы работаем именно с текстилем всеобъемлющим. То есть мы работаем не как продавцы штор, а как текстильные декораторы. Мы вписываем текстиль в интерьер и делаем его именно ярким, интересным элементом, если это надо. Или связующим элементом, опять же, если этого требует интерьер. Обобщу. То есть салон Март, это прежде всего отличный большой выбор. Самый большой в Беларуси, да? И краткие сроки реализации за счет того, что складская программа очень большая. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. И уникальное наличие. То есть не просто наличие, а уникальное наличие. Некоторые ткани мы привозим в Беларусь раньше, чем они появляются у дистрибьюторов в Москве. Отлично. Мы опережаем по некоторым коллекциям на полгода. То есть мы посещаем очень много выставок. В год, как правило, это три выставки, минимум три выставки, на которых мы заключаем договора, контракты. И, соответственно, напрямую с фабрик самые трендовые ткани мы привозим. Привозите сюда. Ну что, давайте покажу римскую штору. Римская штора – это изделие, которое состоит из верхнего чехла ткани и непосредственно римского карниза. Основную стоимость в изделии играет римский механизм, либо карниз. От того, насколько он качественный, от того, насколько он доукомплектован и каким образом он укомплектован, зависит его цена. Мы используем, как правило, голландские механизмы с сложным, хорошим редуктором, который позволяет плавно открывать и закрывать римскую штору. Верхний слой ткани и верхняя модель, вот этот чехол, он может быть абсолютно любой, выполнен абсолютно из любого вида ткани, с любой декоративной отделкой. Здесь это уже все на усмотрение вас, как клиента и дизайнера, который с вами работает. Данная римская штора выполнена из белой полуплотной портьерной ткани. У нас здесь жесткий декоративный проклеенный борт. Обратите внимание, что у нас все утяжелители, все скрыто, это все внутренними швами. И дополнительно отделано еще бахромой. Римскую штору можно и нужно стирать. Мы просто снимаем с механизма это тканевое полотно, мы стираем, гладим и вешаем обратно. Я знаю, что вы посещаете много выставок, да, и недавно вы были на очередной такой модной выставке, где говорилось про тренды в стик-стиле. Выставка проходила во Франкфурте, в Германии. Да, абсолютно. Расскажите немножко, что там вы узнали нового, что привезли оттуда интересного, красивого. Франкфурт, вообще если говорить о выставках, Франкфурт это такая системообразующая выставка для текстильных декораторов и вообще для всех, кто работает в сфере текстиля. Это огромная выставка, она мировая, и на выставке было в этот раз представлено более чем пять сотен экспонентов. Большая выставка. Огромная. Масштаб выставки можно было оценить тем, что между павильоном мы передвигались на автобусах. Ого. 15 минут от одного павильона до другого на автобусе внутри выставочного центра. Огромный холл был отдан для дизайнеров, которые разрабатывают текстиль и разрабатывают принты для дизайнерских бюро, которые прилетели со всего мира. В основном, конечно, гостяк это была Франция и Италия, и дизайнеры продавали фабрикам принты, текстуры, наработки, и в этом холле нельзя было снимать. Я пыталась снять на видео, мне запретили, попросили удалить, потому что это авторская, да, это авторская, это частная собственность, это авторские права, да, и там мы очень сильно следили за этим. Что вообще за эта выставка во Франкфурте, почему так, к ней такое внимание. Это выставка, на которой определяются текущие текстильные тренды на ближайший год-полтора. И в этот раз, это не стало исключением, но есть одна особенность. Если каждый год определялось 4 текущих тренда, допустим, в прошлом году это был make, calendar, make, continue, то есть мы recycle, то есть мы все, что мы там производим, восстанавливаем, то в этом году кардинально поменялся подход к определению трендов. И разработали один всеобъемлющий тренд, назвали его новая чувственность. Это тренд, который можно читать там различными способами, то есть это и сочетание классики, и истоков, и инновации. Это мы можем говорить о том, что это инверсия от того, когда там раньше образовывались тренды. То есть тренд был, и уже под этот тренд подключали производство. А на данный момент производство первоочередное, а тренд, он второстепенный. И я бы для себя характеризовала этот тренд как сочетание всего нового и традиционного. И мы видим это и в текущих коллекциях тканей. Эта новая чувственность, это еще и про тактильные ощущения, это про восприятие, это про восприятие текстиля, мира, и в принципе он такой глобальный, всеобъемлющий. Опять же, вот эта вот новая чувственность, опять мы ее очень хорошо читаем во всех новых коллекциях, в плане тактильных ощущений, все от грубых буклеровок, кожи, льна, натуральных текстур, плетений, соломенных каких-то вставок, оно мегатрендовое. То есть все, что связано с тактильными ощущениями приятными, все, что связано с объемом, с тем объемом, оно на данный момент в тренде. Если говорить о тренде новая чувственность, как о прикладном тренде, который мы можем использовать и который мы можем читать в наших интерьерах. Покажите что-нибудь из нового. С удовольствием. Узкая линейка трендовая, то, что должно быть у каждого салона, мы говорим про вот такие вот буклированные. Вы сразу... Надо сразу пробовать. Надо сразу пробовать для того, чтобы вообще понимать, о чем я говорю. То есть это плетение, это нейтральное плетение нити, это меланжевые нити, это сложные структуры. При этом ткань выглядит такой невыработанной, играющей на свету и очень здорово работает тактильно. Это различные плетения, которые повторяют природные мотивы. Это фантазийные ткани, рыхлые, такие полупрозрачные, работающие красиво на свет. И еще у этих тканей есть такая особенность, они дополнительно проявляют вторые слои. Вы посмотрите, видите, если мы выкладываем, мы видим такие интересные игру текстур. Это очень красиво, они все шикарные. Это шенилы, это опять же плетение двухсторонней ткани. Еще одним трендом я бы назвала на данный момент это бархаты. Тренд на бархат, он не уходит уже порядка 4 лет, не все никак нас не покинет. Но в этом году он, скажем так, видоизменился и модифицировался. Бархат мы видим в новых прочтениях, когда это буквально какие-то бархатные текстуры, это какие-то интересные рельефы в бархатах. То есть он опять же модифицировался, он из классической ткани перешел в разряд неоклассики, модерна. Очень интересные сочетания по цвету. То есть все, что касаемо сочных оттенков, ярких, они мега трендовые. Опять же бархат проходит свою трансформацию в виде различных гофрировок, плейсировок, изменения текстуры. То есть все, что видоизменяет и дает бархату новое прочтение, на данный момент тоже в тренде. И не могу не подчеркнуть, что в этом году, несомненно, больше стало тканей, которые поглощают свет. То есть тренд на блокауты, он набирает обороты. Если раньше это было только черной блокирующей нить, то на данный момент я наблюдаю минимум 4 технологии светопоглощения. То есть это различные напыления на ткани, это различные акриловые подложки, это акриловые прослойки внутри. Все, что касаемо светопоглощения и именно комфорта человека, сна комфортного, комфортного пребывания, защиты от солнца, оно тоже на пике. И я думаю, что на данный момент блокаутов в нашей линейке ассортиментной тоже будет больше. Расскажу о наших находках. Это бренд LIV, английский бренд, премиальный. И получилось так, что я, скажем так, добыла эти ткани для студии Март по очень хорошей цене. В рознице она стоит сейчас 89 рублей. Если мы посмотрим прайс LIV, это же ткань, РРЦ, это рекомендованная розничная для клиента, порядка 100-120 евро за метр. Это реплика на Сандерсон. Это реальный LIV, а это реплика. Есть бренд Сандерсон, английский. Они, опять же, специализируются на печати на хлопке. И вот это, вот эта ткань, вот эта ткань, это принты, просто пропечатаны в больших форматах на полиэфире и на канвасе. А ее суть в том, что это именно такая... Хлопок, это печать на хлопке, да. То есть мы берем хлопковую ткань и полностью ее запечатываем. Это как раз-таки один из самых простых способов производства бринта, потому что не надо прям очень большая производственная линейка. Достаточно там... То просто как печатает. Есть традиционные способы печати, есть цифровые способы печати. Еще от этого зависит цена ткани. Хорошо, про тренды поговорили. Давайте поговорим про антитренды. Что не модно, что нельзя использовать в интерьерах. Если мы говорим про антитренды, наверное, надо отталкиваться от трендов, потому что трендовость на данный момент это то, что несет легкость, несет функциональность, несет осознанность в интерьер. Соответственно, антитренды — это все, что сложное, насыщенное, напыщенное, тяжелое, и все, что не несет никакой функциональной нагрузки. Например, это ламбрикены, сложные в наших не очень больших квартирах. Это сочетание принт плюс принт, сложное сочетание принтов. Это газовые ткани, то есть эти воздушные бантиковые ткани, которые на стяжке... Синтетические, да? Блестящие. Блеск активный, нездоровый, я бы сказала, потому что есть блеск такой очень изысканный, очень внутренний. Как в бархате, например. В бархате, в сатинах. Есть блеск нездоровый, когда ты понимаешь, что это просто связано с низким качеством ткани. Опять же, низкокачественные ткани. Что еще является? Анти-трендом. Я бы сказала, что для меня анти-трендом лично для меня являются плохо пошитые шторы. Я думаю, что это всегда анти-тренд. Это как непричесанная женщина. Хорошо. А что касается спальни? Мне кажется, что подбор, как любят обычно взять шторы и покрывалась наволочками из одинаковой ткани. Это, наверное, уже маветон. Правильно я понимаю? Да, верно. Абсолютно верно. То есть на данный момент это уже, скажем так, это анти-тренд. Опять же, если отталкиваться от трендов, мы говорим про удобство, мы говорим про комфорт и про то, что все текстильные изделия, они должны быть не просто красиво висеть либо лежать, мы их должны использовать. Соответственно, все, что касается покрывал, все, что касается спальни, оно должно быть функциональным. И в первую очередь, когда мы выбираем ткань на покрывало, и мы отталкиваемся именно от функционала, чтобы можно было полежать, легко сложить, это все не мялось. И подушки, наволочки на подушке служат как раз-таки акцентной деталью интерьера. Это то, чем мы можем дополнительно раскрыть интерьер. Это то, чем мы можем разукрасить этот интерьер. Если он не спокойный, бежевый, и мы понимаем, что наша площадь, нашей спальни не позволяет применить какой-то более акцентный цвет штор, опять же, подбираем в бежевых оттенках, в бежевой линейке, покрывало мы можем выполнить из другой фактуры ткани, более объемной, то наволочки нам дают возможность добавить цвет в интерьер. Знаю, что сейчас идет такой очень интересный тренд, как вообще отказ от текстиля на окнах. Встречается ли это уже в повседневной жизни? Есть ли заказчики, которые к этому пришли? Либо все же до сих пор это сложно и менее принято для общественности? Я хочу сказать, что мы уже встречаем такие интерьеры. Их, я не скажу, что их очень много, но тем не менее они существуют. Но мы же работаем с интерьером в целом, то есть это и оформление текстильное, это не всегда тканевые шторы, это деревянные жалюзи, это плесе, это солнцезащита. Мы все равно, менталитет у нашего клиента таков, что мы не можем просто оставить незакрытое окно. То есть какая-то приватность для нас все равно важна. И способы ее достигнуть могут быть абсолютно разные. То есть это могут быть и широкие портьеры, и более лаконичные плесе спокойные, которые из технических изделий превратились в хорошие, декоративные, полноценные изделия. Поэтому отказ от традиционного текстиля в огромных количествах, да, мы видим. Но мы на то и текстильные декораторы, чтобы работать с помещением и с различными способами формирования образа помещения при помощи различных инструментов, да, и не только при помощи традиционных складок, ритмов и большого количества штор. Еще одно из изделий, про которые хочу рассказать, это штуры-плесе. У нас они представлены в очень интересной комплектации. Что это за комплектация? Во-первых, она идет без ручек. Профиль и является выходящей. Во-вторых, в самом минимальном размере выход системы сантиметр, всего лишь сантиметр. Двух системы представлены в системе со сверлением и с клеевой системой. То есть, если мы не хотим сверлить раму, мы можем просто наклеить это изделие. И вот выглядит она очень хорошо. буквально только две направляющие по краям. И что самое интересное, за счет его габаритов сантиметра, мы можем его ставить между штапиками. То есть, у нас рама переходит в плиссе и нет никаких дополнительных выступов и дополнительных уровней. Все мы обсудили, немножко затронули тему, как оформить спальню, куда направить акцентные пятна. Проговорили, что это могут быть наволочки, как маленькая точечка, какого-то яркого бедна. Давайте поговорим про санузлы. Очень интересная тема. Применяется ли для ванны какие-то шторки, может быть, это водоотталкивающая ткань, либо это стандартная клеенка, и все на этом. Ведь есть какие-то варианты? Есть, конечно, безусловно. Есть, как вы уже правильно сказали, есть два направления ткани. Это может быть водоотталкивающая ткань, либо мы еще используем ткани стандартные, не ворсовые, то есть, чтобы не впитывали очень много влаги, на специализированных подкладках. Подкладка идет со стороны мокрой зоны, и подкладка съемная, то есть, мы можем снять подкладку, постирать ткань, и снова надеть подкладку. Это делается буквально одним движением. То есть, это нюанс именно пошива, да? Да, это нюанс пошива. Два слоя, и мы ставим защитную подкладку, это либо акрил, либо пленка. То есть, в итоге мы получаем красивую ткань, текстиль в ванной комнате. Да, абсолютно верно. И избавляемся от этой ужасной клеенки. Да. Отлично. Хорошо. Давайте поговорим еще про такую услугу, как печать текстиля. Потому что зачастую бывают дизайнерские решения, когда хочется применить какой-то определенный принт, чтобы он повторялся не только на шторах, но еще где-то на подушечках, на каких-то декоративных элементах. Можно ли это сделать? Да. И мы применяем это в проектах, если в малых формах, мы это делаем достаточно быстро и делаем на местных производствах, на белорусских. Как это происходит? Переносим принт, тот, который мы хотели бы воссоздать, переносим его в программу, задаем печать, и нам уже наши партнеры печатают на тканях. Есть ограничения по ткани, есть ограничения по составу, есть ограничения по цвету. Если же мы говорим о больших полуднах, о портьерах, напечатать в масштабе 3х3 внутри Белоруссии нельзя качественно. Для этих задач у нас есть партнер, он находится не в Белоруссии, и позволяет печатать нам форматы абсолютно любые. Раппорт принта до 3х3 метра. Большой раппорт принта, соответственно, мы можем напечатать абсолютно любое изображение, повторить фотообои, повторить какой-то крупный принт, создать новый свой принт, и это будет качественная, хорошая, интересная печать. Это целая фабрика, которая специализируется именно на таких заказах. Замечательно, это дорогое удовольствие. Я хочу сказать, что относительно. И вообще порядок цен, все, что мы считали на данный момент в полотне, это получается около 150 уе уже за полотну 3х3 для клиента. Готовая с печатью? Готовая с печатью. Я считаю, что это вполне доступно. Что хочу спросить. Как ухаживать за такими тканями? Да и в целом, как ухаживать за текстилем? Скажите немножко. Разные ткани требуют к себе разного подхода, но в целом есть некоторые рекомендации. Первое, по поводу стирки. Когда мы стираем, мы можем стирать фактически все ткани, мы можем стирать в машинке, если не указано другое на ярлыке, либо в договоре вашем, либо устная рекомендация того продавца, который вам, соответственно, эту ткань, либо портьеру продал. Нельзя стирать в машинке ткани с басонными изделиями. Это бахрома, это различные стеклярусы. Такие портьеры сдаются в химчистку. Нельзя стирать портьеры составные из двух типов ткани. Например, у нас хлопковая основа и полиэстеровая подкладка. Не рекомендуется их стирать. Или они у нас точные. Хлопок плюс полиэстер, либо вискоза плюс хлопок. Не рекомендуется тоже стирать в машинке такие ткани. Такие лучше все сдавать в химчистку. Вархаты, соответственно, длинноворсовые на натуральной подложке тоже самое. То есть это дорогие ткани. Их лучше поберечь и один раз в год сдать их в химчистку. Что можно стирать в машинке? В машинке можно стирать ткани, в которых состав полиэстер, полиэфир, смело выставляете 30 градусов, минимальный отжим. И сушить можно сразу на окне. Не досушивать до конца, выняли из машинки, встряхнули и навесили. Чем меньше воздействие пара утюга, тем дольше прослужит ткань. Потому что это же нити, они тонкие. И мы постоянно на них воздействуем теплом, агрессивным. Соответственно, там и так палящее солнце, вот эта вот воздушная подушка создается, еще мы утюгом воздействуем. Ткань прослужит меньше, она просто будет рассыпаться. Все остальное, все, что не назвала до этого, раньше можно спокойно стирать в машинке, соблюдая следующие рекомендации. Мы удаляем все крючки, как кто бы нам что ни говорил. Я еще рекомендую, поскольку сейчас очень много тисем, и они жесткие, они могут царапать ткани, ткани нежные, я рекомендую ленту стягивать в какой-то специальный либо мешок. Можно просто брать белый носок, элементарно. Надевается наверх, он служит таким своеобразным колпаком, который не дает тисеме царапать основную ткань. Дальше это все собирается в мешок для стирки, либо в широкую научку, 70 на 70, забрасывается в машинку, 30 градусов, минимальный отжим, мы достали, встряхнули, навесили. Зачем? В мешок для стирки, очень многие спрашивают, зачем? Потому что ткани нежные, иногда барабаны попадаются в какие-то сколы, либо что-то еще, чтобы не случилось затяжек у тканей. Ну, в принципе, все рекомендации. Хорошо. А что быть, как быть с натуральными тканями? Допустим, даже если мы их постирали вручную, да, они все равно могут сесть. Как вот решить эту проблему? Либо химчистка. Вообще, при пошиве, при хорошем, качественном пошиве, все ткани проходят, во всяком случае, у нас в студии Март, все ткани проходят такой процесс, как декотировка. Что это такое? Это обработка большим количеством пара, и изделие уже дает усадку до пошива, максимальную, ту, которая заложена производителем. Как правило, хорошие производители, они всегда пишут процент усадки для конкретной ткани, если это хлопки. После этого ее уже можно стирать вручную. Екатерина, расскажите, пожалуйста, заказчики, как правило, не всегда обращаются к текстильным дизайнерам, зачастую ребята ходят и выбирают сами ткань, к сожалению. Но это нормальная практика, люди разные, менталитет разный, и, может быть, вы дадите пару советов, как избежать ошибок при подборе текстиля. Самый главный совет с моей точки зрения, это не экономить на метраже. Мы можем сэкономить на именно цену ткани, не выбирать самое дорогое, не выбирать средний сегмент. Это может быть очень низкостоимостная ткань, но необходимо взять хороший метраж, тот, который соответствует именно вашему, ширине вашего карниза. Например, ширина карниза 3 метра коэффициент 2,5, то есть мы 3 умножаем на 2,5, 7,5 метров тюлевой основы вам надо. Пускай эта тюлевая основа стоит 10 рублей, пускай она стоит 15 рублей, но ее нужно купить 7,5 метров для того, чтобы тюль хорошо смотрелся. Дополнительно это фурнитура, когда экономят на ленте и вместо 10-ти сантиметровой ленты покупают 2-х сантиметровую ленту на 2 нити, с этой лентой никогда не получится хорошее изделие, сколько бы метров ткани вы не купили. То есть я бы не стала экономить и рекомендовала бы не экономить на метраже и на фурнитуре. Я слышала, что пластиковые крючки от тяжести ломаются. Как можно решить эту проблему? Ну, смотря сколько этих крючков было на карнизе изначально, потому что та стандартная комплектация, которую нам предлагают производители карнизов, это на 10 сантиметров один крючок, это очень мало. Это очень мало и дополнительно мы должны смотреть какой там пластик. Есть у нас пластик, который не гнется и он рассыпается от солнечных воздействий буквально за год. А есть хороший прозрачный пластик, который мы сгибаем, мы смотрим, что крючок пластичный и он ломаться не будет, просто он не рассыпется там даже не столько от тяжести, сколько от, потому что пластик некачественный и будет служить крючок достаточно долго. Дополнительно мы должны рассчитывать количество крючков через 5 сантиметров, то есть на каждые 5 сантиметров один крючок, либо на каждую складку один крючок, потому что 10 это достаточно большое расстояние. Когда клиент покупает карнизы в студии Март, мы ему сразу выдаем правильную комплектацию, мы сразу комплектуем и говорим, что вот именно необходимо вот такое количество. А что касается карнизов, есть какие-то рекомендации, какие лучше выбирать? нет такого понятия это лучше, а это хуже. Я скажу, что на данный момент идет масштабный отказ от пластика. Вот пластиковые карнизы, потолочные пластиковые, они себя изжили. Но это точно не то, на чем стоит экономить, когда мы выбираем между пластиковым и алюминиевым карнизом, тем более, что алюминиевые линейки, они уже вошли в массовую продажу. То есть если еще года два назад алюминиевый карниз нужно было заказывать и ожидать, то на данный момент это стандартная линейка, которая в наличии. И стоит, конечно, сделать свой выбор в пользу именно более долговечного и износостойкого и функционального алюминия, нежели устаревшего пластика. То есть педы тоже нельзя экономить на метраже и на фурнитуре. Да, абсолютно верно. Вы можете выбрать ткани подешевле, но при этом фурнитура должна быть качественной. Обязательно. Ну, это то же самое, что мы покупаем Мерседес. Я расскажу простым примером. Мы покупаем Мерседес, нашкребли денег на Мерседес, все у нас есть, заправить у нас нечем, и на одну дверку у нас денег не хватило. Но зато стоит Мерседес. Но он стоит, и мы такие, ну, не очень хорошая машина, не очень не ездит, совсем и дверки нет. Надеюсь, что вам понравился материал, было полезно и информативно. Приходите, выбирайте шторы в салоне Штормарт. Здесь менеджеры расскажут, все покажут, предложат, и выберут для вас лучший вариант. Подписывайтесь на канал. Пока!